Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проверить ВИЧ-статус можно в поезде и на вокзале. Строительство дорог, наведение порядка во дворах, создание дополнительных мест в школах. В федеральном бюджете следующего года на эти цели уже заложены деньги. Благодаря активной позиции депутатов от Самарской области регион может пользоваться этими возможностями. С народными избранниками встретился Дмитрий Азаров. Подробнее Марина Матвейшина. Недетские деньги детским представлением. 17 миллионов рублей из федерального бюджета получат детские театры Самарской области. Такая поддержка оказана региону впервые по программе «Провинциальные театры». Продвигать Самарскую область на федеральном уровне и использовать все возможности, которые предоставляет столица. Рабочие планы в Рио губернатор Дмитрий Азаров обсуждает с депутатами Государственной думы. Необходимо грамотно расставить приоритеты и выбирать программы, которые можно реализовать в области. Депутаты соглашаются. Будем вместе работать и будем пытаться включаться в федеральные программы, которые будут делать все для того, чтобы регион развивался. Делать вместе с вами, конечно. Депутаты Самарской губернатской думы являются инициаторами ряда изменений в законодательстве Российской Федерации. Здесь наша совместная работа выстраивается. Решения таких проблем ставят и ряд министерств. И через Самарскую губернатскую думу они обращаются к нам. И неважно, какое мы направление ведем, мы стараемся вот эти законопроекты поддерживать, их комитетах, их лоббировать, потому что они здравые. На встрече депутаты различных партий, но Дмитрий Азаров уверен, что совместной работе это не повредит, а даже наоборот. Множество мнений – более эффективные решения. Главное – договариваться и находить точки соприкосновения. По каждому направлению работы, принятых ранее решений, нам нужно очень внимательно посмотреть эффекты и оценить плюсы и минусы. Принимать решения по-кулиски мы с вами не собираемся, да, только потому что вот у нас настроение такое, на сегодня, а завтра такое, не могут приниматься важнейшие решения. К каждому решению будет предшествовать очень серьезный анализ. В Рио губернатора настраивает участников встречи как депутатов, так и министров региона на сложную, но интересную работу. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Самарский педагог Владимир Пономаренко вошел в пятерку лучших учителей России. Он принимает участие во всероссийском конкурсе «Учитель года России-2017». Пономаренко в этом году уже стал лучшим в Самарской области. Финальный третий тур всероссийского конкурса проходит в Москве и по традиции завершится объявлением абсолютного победителя на торжественной церемонии 5 октября. Между тем, сегодня отмечается Международный день учителя. Педагоги Самарского региона целиком отдают себя работе, воспитывают подрастающее поколение и подают пример, сея на земле разумное, доброе и вечное. Теплые слова благодарности звучали в честь педагогов со сцены. И, конечно, многие представители профессии получили награды от временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Я поздравляю вас. Все души желаю вам здоровья, благополучия. Я не желаю вам терпения. Самые терпеливые люди, потому что сегодня в зале, вы этому можете научить каждого из нас, из тех людей, кто сегодня работает, в том числе на руководящих постах. Но я бы очень хотел, что то тепло, частичка души, которое вы отдаете каждому своему ученику, в 100 лиц возвращалась к вам. С праздником!» 75 лет на взлете в Самаре прошло масштабное торжество – юбилей Национального исследовательского университета имени Королева. Созданный в годы войны Куйбышевский авиационный институт внес не только исторический вклад в дело победы. За годы работы самарские ученые открывали новые пути развития цивилизации. И одно из поздравлений в их адрес пришло прямо из космоса. Олег Зверев тоже побывал на торжественном собрании. «Дорогие студенты, сотрудники, выпускники, ветераны и гости Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Павловича Королева, привет вам с порта Международной космической станции». Поздравления с Международной космической станцией звучат как признание заслуг. Именно выпускники Куйбышевского авиационного института, а сегодня Самарского национального исследовательского университета, обеспечивают всю пилотируемую космическую программу Земли. Не случайно юбилей ВУЗа совпадает с юбилеем запуска первого искусственного спутника. 75 лет назад в Куйбышеве был сформирован институт, надолго определивший статус Самары как космической столицы страны. И 60 лет минуло с тех пор, как с орбиты пришли первые позывные. «Хоть и нам 75 лет, но это начало пути. Мы соревнуемся с теми университетами зарубежными, которым по 200-300 лет. Так что впереди большая дорога». Сегодня Самарский университет – это ведущие учебные заведения страны. Он входит в глобальные мировые рейтинги, в которые год от года только улучшает свои позиции. Масштабное празднование юбилея состоялось на статусной сцене города в Театре оперы и балета. Выступали студенты, преподаватели и выпускники. В 75-летии мы их поздравил глава региона. Дмитрий Азаров обручил награды и пообещал поддержку в дальнейшем развитии вуза. «Мы обязательно создадим все условия, чтобы университет занимал самые высокие строчки в мировых рейтингах научно-национальных и исследовательских университетах и не только. Я хочу вас всех поблагодарить за ваш труд. Я хочу всех поблагодарить, кто прережно учится. Я хочу пожелать университету новых успехов, побед, свершений. И здесь можно смело сказать – только вперед. Я хочу вас поздравить еще раз с назначением. Мы договорились, что будем единой командой и победим в любом деле. Спасибо. Сегодня в университете учатся 16 тысяч студентов, в их числе представители 60 государств. Университет борется за место в сотне лучших в мире. Это вполне реальные задачи, считают студенты прошлых лет. Традиции и инновации вуза дали путевку в жизнь многим поколениям выпускников. Авиационный институт в самом начале стал настоящей школой вузницы, как раньше было говорится, научных кадров, картинных, советских. И на протяжении всех этих лет вот эта высокая марка института, она продолжает сохраниться. Мне довелось учиться, законченный рейтинг на институт в 89-м году. Не могу не похвастаться, что я закончил его с отличием, с красным дипломом. Поэтому огромный заслон педагогов, которые по жизни меня сопровождали. С юбилеем сотрудников и студентов поздравил главный федеральный инспектор по Самарской области. Сергей Чебан зачитал телеграмму полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. Авторитет университета неизменно высок. Не только в России, но и далеко за ее пределами. А его диплом – свидетельство фундаментальных и прикладных знаний широкого кругозора, основательной профессиональной подготовки выпускников. По мнению участников торжества, сегодня необходимо поддерживать бренд Самарского университета и его проектов, поскольку именно здесь, в Самаре, можно получить самое качественное образование в мире. Олег Зверев, Станислав Левин. События. Памятник народному артисту СССР Эльдару Рязанову появится в Самаре. Его установят в сквере, названном именем режиссера. Сейчас там наводят порядок. Кладут тротуарную плитку, сажают кустарники. Когда ждать открытия, расскажет Алина Чемерис. Пока это только проект, но вскоре на улице Фрунзе появится памятник почетному гражданину Самары Эльдару Рязанову в сквере рядом с домом, где родился великий режиссер. На его фильмах выросло не одно поколение, и теперь для поколений следующих в Самаре оборудуют сквер, названный именем легендарного кинематографиста. Здесь появятся зеленые кустарники, лавочки, урны, уличное освещение. Работы начались две недели назад. Они выполняются по заказу городской администрации. Сейчас в сквере кладут тротуарную плитку. В районе 420 квадратных метров устройство плитки. И также была отремонтирована еще дворовая территория, рядом, на которой находящаяся. Там порядка 480 квадратов покрытия асфальта бетонного было поменено. Гарантию на ремонт сквера Рязанова подрядчик дает пять лет. В сроке укладывается. Завершить работы планируют уже на следующей неделе. На каждом этапе ход ремонта контролируют кураторы с подведомственного учреждения Департамента городского хозяйства и экологии. Мы производим контроль качества по укладке плиточного покрытия, по толщине основания песчаного щебеночного. И по установке бортового камня, чтобы бетонирование было качественно. Предполагается, что новый сквер станет частью музейного комплекса, посвященного режиссеру. Часть экспозиции в доме, где жил Эльдар Рязанов, планируют открыть уже в декабре. Тому, что в городе появится еще одно место отдыха жителей Рады. Зинит всегда хорошо. Во-первых, это экология, это свежий воздух и это очень приятная атмосфера. Самарским паркам и скверам в преддверии чемпионата повышенное внимание, особенно тем, что располагаются на гостевых маршрутах. Сейчас также в порядок приводят Струховский сад, Шанхай, скверы на площади Куйбышева. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. А вот капремонт площади Куйбышева вышел на финишную прямую. В ноябре там пройдет традиционный парад памяти. Работы идут по графику в рамках проекта «Комфортная среда». План выполнили на 90%. Особое внимание к качеству. Первые пробы асфальта взяли специалисты муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Качество работы оценила и Лариса Шалафаст. При помощи специального оборудования рабочие выпиливают в новом асфальте три пробы длиной порядка 20 сантиметров. Здесь отчетливо видно каждый слой, и специалисты уже по внешнему виду могут сделать выводы. Асфальтобетон старый, нижний слой и верхний слой везде имеют идеальное сопряжение. То есть перед тем, как укладывается очередной слой, идет обязательно проливка, и поэтому сцепление обеспечено, и понятно, что такой асфальтобетон будет служить очень долго. Чтобы более тщательно проверить качество нового асфальта, образцы отправят в лабораторию. Всего на площади возьмут 18 проб, чтобы проверить покрытие на всей территории. Их проверяют на определение физико-механических свойств, уплотнение водонасыщения, показатели прочности при различных температурах. Отправляются они в лабораторию МБУ дорожного хозяйства. По результатам эти акты будут исследованы, в том числе прокуратурой, и установлено качество выполненных работ в целях рассмотрения вопроса о внесении актов, в том числе прокурорского реагирования. Пробы вырезают в места, где потом будет нанесена разметка. Таким образом, следы кернения не будет видно. На каждом этапе ремонта работы контролируют представители прокуратуры, отделы по борьбе с экономическими преступлениями и общественники. Тщательно следят не только за качеством, но и за сроками. Сейчас прошли по скверам, практически все деревья прижились, но еще посмотрим, что будет весной, потому что листва уже опадают, и трудно понять, будут они живые, не будут живые. Травка практически везде взошла. Ну, в общем-то, идут по плану. У нас же срок 1 ноября, вот спрашивала в департаменте, они говорят, мы укладываемся. Насколько качественно подрядчик выполнил свою работу, станет известно через несколько дней, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других событиях дня. Миротворцы отразили атаку боевиков на гуманитарную колонну. В Самарской области прошли учения, в которых приняли участие более 500 военнослужащих, и было задействовано свыше 70 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО. За неделю солдаты, сержанты и офицеры отработали задачи по оперативному перемещению к местам назначения, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, а также охране и обороне наиболее важных административных и промышленных объектов. На завершающем этапе миротворцы отработали действия по сопровождению колонны с гуманитарным грузом и отражению атаки на нее со стороны боевиков. Провал в центре Самары образовался из-за утечки на водоводе, сообщают у ресурсоснабжающей компании. Аварию, которая произошла на улице Фрунзе в районе пересечения с улицы Шостаковича, ликвидировали. Для этого потребовалось выкопать яму. При этом жилые дома от воды не отключали. Объект уже передали подрядчикам для того, чтобы они восстановили асфальт. Городские леса вокруг стадиона Самара-Арена расчистят от сухостоя и мусора. На сегодняшний день убрано уже 7 гектаров. Завершить очистку необходимо до того, как ляжет снег, сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства. А именно до 1 декабря 2017 года. Каждый день очищают минимум 1 гектар. К работам привлечены не менее 100 человек. 56-й маршрут перестанет ходить до крутых ключей. Автобусы начнут курсировать от Приволжского микрорайона до ЖД вокзала. При этом они будут заезжать на улицу Дыбенко и делать остановку около торгового центра Космопорт. Очевидцы сняли видео, как мужчина с топором напал на двойную сплошную. На кадрах видно, как неизвестный пытается разрубить линию посреди проезжей части улицы Громовой в Тольятти. Свидетели странного происшествия предположили, что асфальт.руб работает в кафе напротив, в которое из-за этой разметки довольно трудно попасть. Ниссан вышел из состава акционеров ВАЗа. Кому японский концерн продал свою долю, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня перешли к росту. Баррель марки Brent стоит 56 долларов 30 центов. Валюта дешевеет. Курс на 6 октября. Доллар 57 рублей 58 копеек. Евро 67 рублей 77 копеек. Золото стоит 2369 рублей. Серебро 31 рубль 26 копеек за грамм. В самарских отделениях банков дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 95 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 20 копеек. Объемы кредитования в России выросли на 29%. Чаще всего люди берут займы на покупку квартир и машин. Ниссан вышел из состава акционеров АвтоВАЗа, продав долю своему партнеру Рено, сообщила пресс-служба французской корпорации. Японский концерн изначально не планировал участвовать в доп. эмиссии АвтоВАЗа. Поэтому эта сделка вполне логично, считают эксперты. А самарцы могут слетать в Москву за 500 рублей и из Москвы за 1000. Одна из бюджетных авиакомпаний распродает 50 тысяч билетов с 4 по 6 октября. На этом все. Удачи в делах! Более полусотни сотрудников уголовно-исправительной системы приняли присягу. Служить России верой и правдой поклялись офицеры и рядовые со всего региона. Как это было, увидела Алина Чемерис. Елена Ковалева надела погоны чуть больше полугода назад. Девушка по образованию медик, до этого работала в гражданской сфере. Теперь трудится в лечебно-исправительной колонии. Ее пациенты заключенные с ВИЧ-инфекцией. Сегодня для Елены день особенный. Присяга, говорит, событие очень волнительное. Я себя тоже почувствую полноценным сотрудником УИС, присягнувшим на верность и данной системе, и на верность Родине и так далее. Все-таки это действительно торжественный момент. И чувствуешь важность, и себя важным ощущаешь. Всего сегодня на верность Родине присягнули более полусотни сотрудников уголовно-исправительной системы, младший начальствующий состав и офицеры со всего региона. Все они уже прошли испытательный срок и доказали, работать в ведомстве достойны. Уверенность в завтрашнем дне, стабильность и госслужба – все-таки важная задача, и кому-то надо ее исполнять. Присяга очень важна для сотрудника, особенно если на данном мероприятии присутствуют родственники, потому что это достаточно торжественное, волнующее мероприятие, которое позволяет выработать определенный характер, стойкость, все-таки на самом деле присягает верность Родине, народу, отчизне своей. После присяги, говорят командиры, сотрудники становятся более серьезными и дисциплинированными. Всего же сегодня в уголовно-исправительной системе региона трудится более 4 тысяч человек. Алина Чемерес, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Осведомлен – значит вооружен. В Самаре проходит всероссийская акция по профилактике ВИЧ-инфекции. Анонимное тестирование могут пройти пассажиры железной дороги и все желающие. Экспресс-лаборатория открылась и на вокзале. Олег Зверев тоже узнал свой ВИЧ-статус. Вагон с красной лентой стоит на запасном пути всего 3 дня. В дороге он уже почти 3 месяца. Маршрут от Владивостока до Санкт-Петербурга. Внутри экспресс-лаборатория. За время следования пассажиры могут пройти здесь анонимные тестирования на ВИЧ-инфекцию. Волонтеры идут, мальчики, девочки, проходят, которые с нами едут, проходят по составу, вручают пригласительные, и люди с этим пригласительным приходят в наш вагон. И явка довольно большая. Всероссийская акция Минздрава России и РЖД медицины по бесплатному тестированию на ВИЧ добралась до Самары. Лаборатория открыта в здании железнодорожного вокзала. Пройти обследование может каждый желающий. Михаил в себе уверен, но тестирование прошел на всякий случай. Просто так интересно для себя знать, чтобы все, здоров нет. За время проведения акции более 20 тысяч россиян уже узнали свой ВИЧ-статус. Осведомлен, значит вооружен. Каждый человек должен знать все о своем здоровье, в том числе и о ВИЧ-статусе. Тем более, что процедура совсем простая. Я возьму вас в мазок из полоскорта между верхней губой и десной, и между нижней губой и десной. Через 15 минут будет готов результат. Результат отрицательный, но по словам сотрудников лаборатории, случается, что тест показывает наличие вируса в крови. Самое главное при этом не паниковать. И хотя достоверность теста высока, нужно обратиться в спид-центр по месту жительства для более детального обследования. Экспресс-тестирование, в общем-то, цель его – это охватить как можно больше человек вот этим тестированием. В случае, если выявляется положительный результат, естественно, эту кровь этого пациента мы берем на учет и перепроверяем уже в центре его результаты анализа. Ежегодно в России обследуется на ВИЧ-инфекцию более 30 миллионов человек. Выявляемость вируса растет, но даже при положительном диагнозе ВИЧ – не приговор. С ним можно жить, создавать семьи, рожать здоровых детей. Если человек соблюдает все те каноны поведения, которые определены с этим заболеванием, то есть он не обязательно должен умереть от спида. Как правило, то есть хорошая терапия, хорошая поддержка, созданные нормальные условия позволяют очень достаточно долго и продуктивно и на рабочих местах находиться, и быть потом пенсионерами. По статистике, сегодня продолжительность жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом такая же, как и у других людей. Главное – своевременно принимать терапию и выполнять рекомендации врача. Подробный план мероприятий и материалы по профилактике ВИЧ-спида размещены на сайте Минздрава. О-спиде.ру Олег Зверев, Константин Головин. События. Повязать пионерский галстук, увидеть, как выглядели ученики прошлой эпохи. В 163-й школе открылся музей, посвященный ее истории. Более 200 экспонатов собирали преподаватели, ученики и родители. В числе первых гостей музея оказалась и Алина Чемерис. Вот в этой витрине документы моей мамы. Моя мама пережила блокаду Ленинграда. Была веку и уехала сюда сама. Мама Тамары Григорьевой проработала в 163-й школе больше 30 лет. Написала книгу о жителях блокадного Ленинграда. Теперь ее документы и военные награды – экспонаты музея. И таких историй здесь немало. Фотографии, инсталляции, личные вещи отличившихся учеников и преподавателей 163-й школы. На стендах и витринах более 200 предметов. А это интерактивная площадка, посвященная школьникам советского времени. Здесь все можно трогать. Взять в руки портфель, повязать пионерский галстук и почувствовать себя учеником прошлого века. Идея создать музей истории школы появилась три года назад. Тогда и начали собирать экспонаты, что называется «Всем миром». И вот сегодня музей встречает первых гостей. Собранием экспонатов занимались не только учителя, но и ученики школы. Кто-то принес термос, кто-то принес гитару, кто-то принес гусли. То есть каждый внес свою частичку сюда какую-то. Но, естественно, экспозиция будет пополняться. И мы будем вести активную работу с детьми. Они это очень ценят, они это очень любят и воспринимают на ура. Они готовы быть ведущими. Они готовы приносить экспонаты. Они готовы обрабатывать, их регистрировать. То есть они очень заинтересованы. Планируется, что гостями музея станут не только ученики 163-й школы, но и дети из соседних учебных заведений. Двери открыты для жителей микрорайона. Музей, уверены его создатели, для всех станет комнатой общения. Алина Чемерис, Дмитрий Мишканцов, события. Военным летчикам не хватило и овертайма для победы. В чемпионате высшей хоккейной лиги на своем льду Самарский клуб проиграл всего лишь одну шайбу Рязани. За ледовым побоищем наблюдал Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. ЦСКА ВВС прибавляет в игре от матча к матчу в высшей хоккейной лиге. Однако для победы им не хватает одной лишней заброшенной шайбы. Вот и в поединке с Рязанью военные летчики забили первыми. На шестой минуте отличился Никита Буки. Во втором периоде гости вышли вперед 1-2, но ненадолго. ЦСКА ВВС вернул себе преимущество перед вторым перерывом. 3-2. Вторую шайбу в матч оформил Буки, а Денис Ковалев открыл им счет. Второй-третий период мы играли поинтереснее хозяев. Может быть сказалось то, что у ЦСКА ВВС была определенная пауза. Если мы третью игру играем на выезде, уже соперник играет первую. Может быть сказалось это, может еще что-то. Но я считаю, что мы сегодня потеряли очко. Третий период придал трагизм игре. Рязань во второй раз вырвалась вперед. Самарцы во второй раз счет сравняли. ЦСКА ВВС спас за минуту до финальной сирены Рамиль Сулейманов. Дополнительный четвертый период удачным оказался для гостей. В итоге 4-5 поражений ЦСКА ВВС. Ребята сражались до конца. Немножко чуть не дотерпели. Обидно, что... Досадно, обидно, что не все пока принимают участие в матче в плане помощи. Одним звеном тяжело выигрывать. Однако овертайм подарил военным летчикам одну очко, которая позволила им подняться на одну строчку в турнирной таблице. Лидер ВХЛ – питерская «Динамо». Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова